Продолжение следует... 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 в принципе очень много в сфере она сама посетит учить кубка в сфере 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 и в качестве в сентябре в сентябре в в в в в в в в в и параллельно в качестве скидки и лично в 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 а в были у меня в связи с этим у меня очень много говорят что скажет если вы берете моё 90 на 60 у меня дали на 150 это очень практически гибердонческий скажем так они не располагают никакими избыточными лекарствами практически один раз мы сделали туман сегодня перед процессом выяснилось ссору да значит не было сейчас сейчас конечно неплохо было полежать но я понимаю что и так что будет состоится для меня это очень 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 так с кучка к с и с и с и и в в Вопрос в том, что является предоставленным пациентом. Они очень маленькие, но, наверное, не знаю. Вот, ну да, не знаю, не знаю. Ну и основное, вот я вчера выиграла. И это не дело. Те вопросы, что я вчера вечером. Подписывайтесь на наш канал. м м м м м м м м м что в Харьковской области, которые находятся на кладбище, они действительно, скажем, доходят на кладбище, и на это очень важно. Корректные слова. Все, кроме того, на кладбище, я расскажу вам, как я ищу на кладбище, в связи с людьми, я ей обращаю на новый поэкспертель, я ищу в педагогенду, в сентябре, я нещу в этой линии. А я не знаю, как я ищу в этом доме. Ты тоже немного не зря. Я умею в этой линии Спасибо. 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 в общем пашки в в в в в в просто а у нас что то что то знаете я впервые об этом слышала а как бы вы к этому отнесли если вдруг это было возможно не могу дать никакой я только основа в том числе нет возможности дошла сложения это же не факт да это чисто человеческая реакция да да представим что это ну я думаю что это не зависит скажем так я очень я считаю что сегодняшнее заседание суда изменили мировые сечения ну и мне жаль что у меня не могу на сегодняшний день обжаловать решение это поступало и конкретно этого этого срисового суда то есть она ставит на то что все обвинения которые приявляют в прокуратуре я считаю его на том что что данные обвинения полностью сфабриковано с какой целью почему бы наблюдают вас да меня тоже очень волнует этот вопрос с какой целью потому что на сегодняшний день я так и не получила никакой ответы от работы вы случайная жертва я думаю что я как гражданка России привлекла внимание скажем так но фотографии которые были у вас в телефоне я еще со мной не общался но мы подавали еще нет консул знает о вашем пребывании о нашем стране Лариса Ельцаревна все таки вот эти фотографии настоящие фотографии они были у вас в телефоне давайте как бы вот вопрос о фотографиях смотрите идут следственные действия я поняла что вы против что их обнародовали обнародовали в принципе я не против я против любых действий которые не законы это настоящая я против тех действий которые сейчас я поняла вы считаете что СБУ не имела права опубликовать эти фотографии скажем так и не имела права тот же Лукивский давать какие-то абсурдные комментарии это некорректно это не имеет их все убедили это не значит подлинность еще раз повторяю эти фотографии мне неизвестно я не знаю как бы их происхождение на этом я считаю что вот эти комментарии как бы достаточно вот это позывное Тереза что это так выдумка получается СБУ кто вас назвал Тереза? ну видимо вы меня назвали а то что вы были причастны как-то к министерству государственной безопасности ДНР это тоже выдумка да вот как в самом начале девушка вы видимо невнимательно меня слушали я сказала что все скажем так что происходит на сегодняшний день это фальсификация нашего милого прокурора который стоит промывается следователи СБУ очень много скажем так ну абсурдных вещей которые даже в общем-то ну бессмысленно комментируют есть может быть среди ваших знакомых может быть на вас внимание обратили потому что вы общаетесь с людьми входящими в террористические группировки если не зиноватые или в ваших знакомых как-то пополненные боевики я думаю что все эти вопросы вам стоит задать прокурору следователям из зоны и возможно они вам ответят мне лучше ваша знакомая санчет ну видимо да скажите а вот вы говорили о медицинской службе да на Антимайдане вы медик или медицинский работник я еще раз повторяю я была координатор я не медик но если как бы такая маленькая ремарка да если вы в курсе все сотрудники Красного Креста не являются медработниками знаете плюс-минус иначе бы они работали в больнице нет-нет просто я хочу уточнить вот этот момент спасибо вам нет я не глава медицинского Красного Креста я провожу параллель что для того чтобы как бы быть для того чтобы обслуживать кого-то и давать первую медицинскую помощь не нужно быть медиком для этого я просто пыталась найти объяснение этому позывному да раз ТРС то возможно вы там спасли много людей вы говорили что вы все плохо чувствуете вам не применяли там ничего парнищины к вам не знаю как вам относились да 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 относительно сотрудников ИВС я хочу сказать что у Рада Харькова соблюдают бухгалкафона это не принимать это не принимать со мной это как бы со всем кто там находится ну в общем могу сказать что я благодарна этим людям что они поддерживают поддерживают это очень приятно насколько я помню судья когда начинала до свидания она говорила что вы временно не работающие а вот я говорю о том что вы занимаетесь принимательской деятельностью я временно не работающая потому что как бы я находилась на территории и в ближайшие два месяца я не работаю я ехала на территорию Украины из Крыма это было в январе это было в январе этого года да спасибо 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 вопрос два вопроса в этом году понятно ритмический вопрос и в чем собственно чтобы понимать суть изменений в чем подозревает подозревается вот сегодняшнее ну в чем подозреваются уже оглашали нам надо чтобы это произнесли ему что хорошо чубара Лариса Викторовна подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и в незаконном хранении оружия боеприпасов и заточие такие существы которые были у меня найдены по поводу удовлетворен ли я решением суда скажу так суд выслушал мнение защиты мнение подозреваемой мое мнение принял я считаю законное решение поэтому я согласен с этим решением как именно Лариса Викторовна посягала на территориальную целостность что она сделала это был комплекс действий поэтому я сейчас полностью их озвучивать не буду будет проведено досудебное расследование по данному уголовному производству будет дано полном объеме оценки всех ее действий тогда уже будем озвучивать и причастность подрыва стела в центре города все то что будет проведено будет озвучено поэтому дополнительно расскажу да есть доказательства по поводу того что Чубарова Лариса Викторовна поддерживала и не просто поддерживала а являлась активным участником ДНР поэтому это было все предоставлено судеб и поэтому мера пресечения изменили нам быть не может да в силу действующего уголовного процессуального кодекса по ряду статей в том числе 110 уголовного кодекса Украины мера пресечения может быть избрана только лишь в содержании подстрашивания другой альтернативной меры пресечения в том числе и избрания я забыл обычную скажите пожалуйста есть ли усилие подтверждение того что она входила в число руководителей так называемого МГБ ДНР следствие обладает таким данным и очень много упреков звучало в адрес следствия со стороны защиты о том что нарушался законки проведения обыска при задержании госпожа Чабарова говорила о том что ее фактически похитили как вы можете это комментировать я считаю такие заявления это способ защиты подозреваемые и ее защитники поэтому я их даже комментировать не буду действия проводились согласно действующего законодательства нарушений не было можете ли вы подтвердить откровенность есть ли у вас такая информация о том что рассматривают возможность обмена госпожи Чабарова на данный момент я таких комментарий давать не могу по документам не пришлось возвращаться от Крыма в Украину через лет сколько по этой причине а можно так 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 скажите пожалуйста как решение решение суда с уважением но учитывая то что операционная обоснованная жалоба естественно я считаю это решение все таки незаконно потому что были законы основания в так же что оппозиционному обжалованию это решение неизвестно но у нас есть международные механизмы обжалования тех которые невозможно ожидать поэтому возможно будет принято решение в дальнейшем у подачи жалоб европейского суд и да много говорили о защите прав не только о качественном представлении интересов в суде но и в принципе много звучало нарушение права начиная вот здесь клетки заканчивая этими нарушениями это основание для апелляции я так понимаю на самом деле вопрос в том что каждая процедура которая проводится стороной извинений должна быть проведена законно если она проведена незаконно это незаконное доказательство и незаконное доказательство не смогут в дальнейшем быть положены в основу обвинительного договора если его не соблюдает сторона извинения даже считает человека это виноват, либо подозревают его обоснованно, либо потом будет передавать в его суд. По какой причине такие процессуальные нарушения? Я не могу объяснить обеснивание. Поэтому защита и делает акцент на нарушениях. Нарушение права на защиту, нарушение сосредоточенности процесса говорит о том, что когда процедура незаконная процедура, результат не сможет вношать доверие общества даже. Поэтому защита всегда говорит о нарушении права на защиту. Каждому следователю либо прокурору тоже один прекрасный момент, в кавычках прекрасный, может понадобиться адвокату. Об этом мы сейчас забываем. Функция защитника прежде всего в обеспечении соблюдения законной процедуры и сборе доказательств тоже. На данном этапе доказательства обвинения нам не предоставляются в связи с тайной связью и так далее. То, о чем говорит прокурор сейчас или о чем спрашивают журналисты, мы не можем комментировать, потому что ни о каком подрыве стелла на проспекте правды в городе Харькове речь не идет в официальных документах. Ни о каких, так совсем пытках военнослужащих, о которых заявляется, речь не идет в официальных документах. Мы сейчас можем говорить только об официальных подъявленных подозрениях. достаточных доказательств, которых мы не видим. И вот это и вызывает беспокойство у стороны защиты. Также вызывает беспокойство, и об этом я написала обращение уполномоченным Неверкомнатного права человека, что официальные заявления делаются в категорической форме, называется Чебарова преступницей, еще особо опасной преступницей, с нарушением презумпции невиновной, предусмотренной частью 2 статьи 6. Это незапустимо. Это однозначно приведет к обоснованной жалобе европейских судов. И это может поставить под угрозу приговор суда законности. Поэтому, когда мы видим нарушения, мы пытаемся найти их причину. Я причин пока не вижу. Вы будете весь процесс предполагать? До тех пор, пока не откажется под защитное отменение. То есть, до тех пор, пока она будет поставить? Да. По ее делу участие защитника обязательного. А Вы не знаете, случайно, это я так уже не просто для себя. Почему украинского гражданства у меня нет, если она живет в Харькове? Я думаю, что многие люди, которые не отказались от российского гражданства, иногда думают, иногда в России лучше условия. Например, в Белгородской области. Мы их видим, переезжая границу, пока видели до какого-то момента. Иногда люди думают, может быть, я потом поеду в Москву жить. Я не знаю. Может быть, у человека есть родственники в России, и она не хочет потерять связь. Я знаю, что брат есть. Поэтому... Ну, это же от паспорта не зависит, на самом деле, связь с братом. В любом случае, она находится и не оспаривается от ее судебного расследования в Украине легально и очень долго. Она считает себя харьковчанкой? Ну, харьковчанкой с харьковчанкой, но украинского не понимают, дайте мне переводчика. Это же тоже... Дело не в этом. Она и заявляет о том, что понимает украинский на бытовом языке, но если она может воспринимать, но суд говорит юридическая терминология, которая не знакома людям. Для того, чтобы она корректно воспринимала юридическую терминологию вопроса суда, переводчик нужен однозначно. Вам известно ее личное возбуждение? Она за единую тюрьму или его судебным? Она написала свою тюрьму? Поскольку это имеет значение для дела, эти вопросы, во-первых, не обсуждались, во-вторых, если бы это обсуждалось, это бы составляло адвокатскую тайну. И еще раз повторяю, что показаний на судебном расследовании она не дает. И, кстати, по-моему, было сообщение СБУ о том, что дают показания. Не дают. Отказывается на основании соответствующихся третьих конституций. Пока что. Я считаю это правильным, потому что мы еще не видим всего объема. А вот эти тогда следственные действия, на которые ее привезли, это же возможно только при сотрудничестве со следствием? Я скажу так, не разглашая тайна следствия, было проведено некое опознание, на котором Чубарову не опознал потерпевшего. Все больше я ничего не скажу. А вот это следственные действия. Да, тогда да. Возможно, что-то будет завтра. И когда ее отправят, вы не знаете, как долго она идет. Судя по тому, что 28-го в 16-е будет оглашать полный... Обычно эта процедура выглядит безвызово-сторонно. Обычно это на практике. Она выложивается. Поэтому будет, да? Я думаю, что он может... Я сам ее арест. До 6-го... Если я правильно помню, до 6-го июня. До 8-го чем? Мне 8-го затрыгнуло, да? Нет, нет. На 6-го. Я не могу. Эти, я снимаю. Я не могу. Аккуратно, что-то до 10-го. Аккуратно, что-то. Тема.